Начало экспозиции. Это глава, которая рассказывает об этом периоде, в 1914 по 1941 год. Взяли эти два государства, Советский Союз и Германия после окончания Первой мировой войны. Рассказываем о каких-то, может, переломных моментах в политике, в жизни, в культуре этих стран и о разных фазах сотрудничества в экономическом плане, в культурном плане, в политическом и военном плане. Переломный момент этого развития был подписанием соглашения о ненападении друг на друга в августе 1939 года и о тайном протоколе к договору о тружбе с конца сентября после начала войны и пота в Польше, когда было решено, что Гитлеровская Германия войдет в Польшу и Советский Союз тоже наступает на Польшу и занимает разные позиции с надеждой, чтобы не воевать сейчас друг против друга. В Германии были одни интересы, в Советском Союзе были другие интересы, но этот период длился не очень долго. Мы знаем, что 22 июня 1941 года. Несмотря на подписание вот этого обязательства, Гитлеровская Германия направила на Советский Союз. Считайте, это главный экспонат в первой клаве, когда мы рассказываем об этом периоде. Здесь речь идет о планах Бабаросса. План Бабаросса был принят в верхушке немецкой 18 декабря 1941 года. И здесь мы рассказываем, какое содержание этот план нападения на Советский Союз. Что это означало? Что это планирование захватической преступной российской войны. И что это означает для будущих жертв и для участников этой войны. Здесь конкретно были указаны вот эти преступные приказы. Какие это были? Например, о том, что будущий противник – это уже не человек. Его нужно уничтожить. Особенно, кто является носителем социалистической идеологии. Потом заранее были сделаны планы о том, что нужно все взять из этой будущей страны, которая будет в оккупации. Чтобы все продовольствия, по идее, нужно было вывезти в Германию. А что остается жителям тех мест – это безразлично. Я бы здесь подробно рассказывала об этом. Здесь высказывание госсекретаря Вагнера, которая дословно говорила, что немецкая армия должна обеспечить себя продовольствием за счет страны, за счет оккупированной страны. И это заранее принимается в расчет гибели от голода 30 миллионов человек. Здесь мы рассказываем о тех, которые соучастны были в этом планировании. Ну, это известные фамилии Гитлер, Гейтл, Халена, Гиммлер, Кумпраухич, Йоден, Гюрин и представляем их биографии. Вы видите, что у нас не только расцветка нашей выставки имеет определенное значение. У нас вся выставка на немецком, на русском и на английском языках. Поскольку это самые важные языки наших гостей, которые посещают наш дом. Тем более, что это сначала был германо-разийский музей, сейчас германо-разийский, украинский, белорусский. Вот это те языки, которые больше всего понимают. И мы представляем здесь, поскольку мы уже являемся музеем, мы, конечно, представляем и документы, которые мы просто не говорим, вот это было, или цитируем. Ну, на самом деле, это все документы, которые мы тогда нашли, которые доказывают все это. В каждом разделе экспозиции у нас так называемый лейтмотив или лейтэкспонат. Главный экспонат в первом зале – это кубик с преступными приказами. В этом зале главный экспонат – это карта для штаба маршала Жукова, которая была специально подготовлена для начала берлинской операции. Поскольку мы в этом зале рассказываем о самых важных этапах войны против Советского Союза. 12 января советские войска переступают к границу с Германией. 27 января – это освобождение Аушвицца, кунцлагеря. И тоже это, конечно, год раньше – день освобождения ленинградского населения. 16 апреля 1945 года начинается шторм Берлина. Этот шторм слился до 2 мая 1945 года. И 2 мая капитулировал Берлинский гарнизон перед советскими войсками под командованием Жукова. У нас очень много экспонатов. Во-первых, из бывшего музея капитуляции. Все экспонаты того музея были нам переданы. Основа дизайнерского решения – темный зал. Мы рассказываем о том, как начинается смертельная оккупация в Советском Союзе. Главный экспонат здесь в этом зале рассказывает о том, это шлини бывшего советского военного пленного, что почти 60% всех пленных умирают. Особенно в первые месяцы до зимы 1941 года. Смерть у нас очень большая. Это уже на территории Советского Союза, когда просто собирали военных пленных, окружали их, охраняли их, не кормили, и они просто погибли. Рассказываем и о других темах, которые были связаны с этой смертью. Это, например, принудительная работа. Изданы приказы, чтобы гражданское население должно работать на вермахт и на другие подразделения, СС или какие-то экономические подразделения, которые туда въехали. И, конечно, ценили этих рабочих, работников, которые должны были работать на них. Мы рассказываем о коллаборационизме. Поскольку мы знаем, мы, конечно, новые люди добровольно шли на сотрудничество с немецкими войсками. Некоторые в силах спасти себя, некоторые были убеждены или как-то даже поприветствовали приходьем немцев туда. Позже были организованы и для советских военных пленных, и только в тех местах, где взяли плен, но и в Германии. Конечно, никто тогда не зарегистрировал, сколько человек и помнено, кто там был в плену и кто там погибал. Тогда такое очень холодное отношение к индивидуальным жертвам. Когда война продолжилась очень долго и уже установилась нехватка рабочих сил в самой Германии, тогда уже начали в сильной форме переводить советских военных пленов и в Германии на принудительные работы. Но смерть у нас и в Германии очень большая была. Вот одна из фотографий, как перевозили советских военных пленов. Представьте себе зимой, как это тяжело было. В начале войны у многих солдат, и тем более у офицеров, были свои фотоаппараты. Это в отличие от советских, у немцев, и они сами снимали. И все зависит от того, какое отношение, какой человек перед нами, этот фотограф, каким глазом он смотрит на страну. С любопытством, с сочувствием или с отражением. И были какие-то пропагандистские фотографии. Поскольку были фотографы, которые работали в специальных пропагандистских ротах, и которые снимали для каких-то военных журналов или нацистской прессы, людей, это участвовать под определенным углом зрения, чтобы показать недочеловека. Фотографии. На правой стороне есть написание. Вот минная проба. Значит, перегнали вот эту женщину через реку в надежде, чтобы она проверила на собственной шкуре, там мина или нет. Может быть, она один раз переходит эту реку, может быть, сто раз она взрывается. Эта фотография очень сейчас знаменитая, как образ отношения, как пример отношения немецкого вермахта к рожанскому населению. Это у нас летний экспонат, главный экспонат в этом разделе. Одна белорусская биография, Анна Есефовна Кумак-Колемец. Она из Минска, и когда вошли немецкие войска, она с мамой, с бабушкой и с сестрой должна была уйти в кето в Минске. Ну, условия в кето были ужасные, и уже ясно было, что все идет на уничтожение, поэтому было принято семьей решение, что женщины убежали оттуда, оставили только старую бабушку, которая уже не в силах была никуда не ходить. Бабушка потом умерла. А вот Анна со своей мамой потом оказались в партизанской бригаде Тихомирова, и мама у нее врачом работала, а Анна была медсестрой в этой бригаде. И после войны она стала журналистом, работала для газеты «Пионер Белоруссии». То есть здесь воспоминания в аудиоформате, да? Да, здесь мы просто рассказываем. Можем слушать. По фотографиям рассказываем, как партизанская война развивалась, и как немецкая армия реагировала на это явление в партизанской войне. О деле письма военных, которые рассказывают о разных акциях, которые были направлены против партизанов. Говорили о том, как, например, в Слуцке, сколько человек на какой территории были захвачены и убиты. Здесь, например, указано, уничтожено было 12 718 человек, из них 3 300 евреев. Мы многое рассказываем и о кручести еврейского населения. Здесь, например, тоже о Минске рассказываем, что гетто, которые были организованы на территории Советского Союза, угнали и немецких евреев, и большая часть немецких евреев угнали и из Германии туда, а потом расстреляли там. Рассказываем о том, как была организована Минская гетто, какие дни люди должны были явиться со своими вещами, может быть, если у них сокровища, украшения есть, с длинной одежды. Азаричи. В марте 44-го года была организована этот лагер в основном для пожилых людей, для мам с маленькими детьми. Где-то 50 человек было угнано в этот лагер, который существовал действительно только в считанные дни. Но поскольку вообще не кормили этих людей, и смертность в этом лагере очень большая была. Около 13 тысяч человек умерли до освобождения. У нас есть, например, здесь фотография одной женщины, Мария Рычанкова, которая вышла живой из этого лагеря, но ее млячьи дети, они потом умерли от истощения в связи с тем, как они были в этом лагере. Когда мы открыли постоянную экспозицию в 2013 году, у нас были свидетели. Женщина одна, которая тогда была в плену в этом лагере, это Людмила Романенко. Она в 2013 году нам подарила это одеяло и сказала, благодаря этому одеялу, она осталась живой. Этот посел рассказывает о том, как советское общество перешло на оборону, как организована оборона, как организована была мобилизация, какие трудности стояли перед страной. Рассказ о судьбе оккупированного, лопатного Ленинграда. Что у вас доминанта? Здесь, конечно, вот громко говорить, люди тогда слушали. Метроном, мы слышим его, и саньки. На саньках транспортировали тогда не только продовольствие, топливо, трава, но и транспортировали мертвых. И ходовольственная карточка, и выдержки из дневника Тани Савичева. Представляем разные плакаты военного времени. Представляем, например, оружие из мастерской партизанской бригады из Белоруссии. О сотрудничестве союзных войск и правительств тех стран, граждан тех стран, которые соединились в антигитлеровской коалиции. Партия, в участии немецких военных пленах, сколько их было, сколько человек погибло, сколько человек выжило. Много свидетелей передавали нам свои экспонаты, которые во время плена, может быть, изготовили. И в последнем разделе нашего музея мы говорили о том, как война вернула саму Германию, и какие вопросы в конце 44-го года, начало 45-го года волновали людей. Здесь высказывание Гегельса из его дневника. Сейчас мы должны испытывать каждое средство, чтобы ведущий народ, который вводит сейчас эту войну, имел хорошее настроение и сохранил свою силу. Ну, уже судя по фотографии, видно было, что сейчас привлекли стариков и женщин на оборону городов Германии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова